Музыка Ежегодно с 2004 года, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Годом ранее на политической конференции в Мексике была открыта для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против Коррупции. Подпись под этим новым международным документом поставили представители более 100 государств мира. Россия в числе первых стран подписавшая Конвенцию 9 декабря и ратифицировала ее в 2006 году. Согласно документу, подписавшие его государство обязуются внести в национальные законодательства изменения и дополнения, в которых взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов должны быть объявлены уголовными преступлениями, что в настоящее время и предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации. С целью реализации положения статьи 36 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, а также с учетом того, что проявления коррупции могут наблюдаться в различных сферах жизнедеятельности государства и общества, с августа 2007 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано специальное подразделение по надзору за исполнение законодательства о противодействии коррупции. Аналогичное подразделение создано и в прокуратуре Сахалинской области. Сегодня коррупционные проявления, которыми поражены многие сферы, вызывают особую тревогу в обществе, поэтому органы прокуратуры отводят приоритетную роль антикоррупционным процессам. Работа ведомства в данном направлении осуществляется на плановой и системной основе, что позволяет проводить конкретные надзорные мероприятия в области наиболее подверженных коррупционным рискам. Поэтому в текущем году основными усилиями Ахинской городской прокуратуры были направлены на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, выявление коррупционных правонарушений в сфере государственной и муниципальной службы, в экономической и социальной сферах. Качественная реализация надзорных полномочий позволила выявить за 11 месяцев 2019 года более 130 нарушений антикоррупционного законодательства, в связи с чем Ахинской городской прокуратурой внесено 32 представления об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица. Принесено 16 протестов на незаконные правовые акты. По постановлению прокурора к административной ответственности привлечено юридическое и должностное лицо. В Ахинский городской суд направлено одно исковое заявление. В текущем периоде 2019 года Ахинской городской прокуратурой организованы проверки соблюдения должностными лицами установленных законодательством обязанностей и запретов и ограничений. Проверкой охвачены все органы местного самоуправления. В результате проведенных проверок выявлено 59 нарушений, в связи с чем внесено 5 представлений, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Часть представлений находится на рассмотрении. В основном выявленные нарушения касались предоставления государственными, муниципальными и иными служащими неполных или недостоверных сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также ошибки, допущенные при заполнении справок о доходах сотрудниками, что является нарушением федерального закона о противодействии коррупции. В 2019 году городской прокуратурой в рамках проведения проверки по соблюдению требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд установлено, что в ноябре 2018 года между муниципальным казенным учреждением управления капитального строительства городской Кахинске и индивидуальным предпринимателем был заключен доконтракт на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, при подаче декларации на участие в электронном аукционе индивидуальным предпринимателям, муниципальному заказчику предоставлена заведомо ложная информация, а именно отсутствие сведений об отсутствии судимости, в то время как последний в 2018 году осужден за мошенничество, собреженное с преднамерным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере. В нарушении норм действующего законодательства муниципальным заказчикам проверка в отношении предпринимателя не инициирована, что привело к допуску к участию в торгах, а в последующем и признание такого участника победителем с заключением соответствующего муниципального контракта. В связи с выявленными нарушениями городским прокурором, начальнику управления капитального строительства муниципального образования городской Кахинске, внесено представление. По результатам рассмотрения представление прокурора призвано законным и обоснованным. Кроме того, по исковому заявлению прокурора Сахалинской области, муниципальный контракт признан недействительным в силу ничтожности. По результатам проверки, проведенной городской прокуророй в июне и июле 2019 года, установлено, что в 2017 году гражданин принят на должность консультанта одного из органов местного самоуправления. Решением главы муниципального образования в феврале 2019 года указанный служащий назначен на должность руководителя одного из органов местного самоуправления. То есть в 2017 году в соответствии с федеральным законом номер 25 указанный гражданин является муниципальным служащим. Городской прокуратурой установлено, что указанный муниципальный служащий с 2009 года по момент проведения проверки являлся учредителем, участником юридического лица и обладал 20% долей уставного капитала предприятия. Одним из основных видов деятельности указанного общества является оказание консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. Вопреки требованиям законодательства указанные сведения муниципальным служащим не сообщены скрытые притрудоустройства на муниципальную службу. Меры по выходу из состава учредителей не приняты. Кроме того, проверкой также установлен факт личной заинтересованности указанного должностного лица при предоставлении земельного участка гражданину, являющегося генеральным директором юридического лица, учредителем которого является муниципальный служащий, который в соответствии со своими должностными полномочиями непосредственно был наделен полномочиями по выделению земельных участков. Каких-либо мер по урегулированию возникшего конфликта указанным путеванием служащий также не принял. В связи с выявленными нарушениями главе муниципального образования городским прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого доводы прокурора признаны законными и обоснованными. В настоящее время в отношении должностных лиц, ответственных за проверку претендентов на должность, проводятся служебные проверки. Гражданин уволился со службы по собственному желанию до завершения проведения служебной проверки. По результатам проверки, проведенной городской прокуратурой в августе и сентябре 2019 года, установлено, что приказом начальника управления Министерством внутренних дел Российской Федерации по Соколинской области уволился от службы один из следователей следственного отдела МВД России по городскому Ухахинске. Указанный гражданин в августе 2019 года трудоустроен преподавателем в одном из образовательных учреждений города АХА, в связи с чем на образовательные учреждения, как работодателе должностного лица, замещавшего должность Федерального государственного служащего, включенной в перечень должностей, установленных нормативно-правовыми актами, лежала обязанность по выполнению требований Федерального закона о противодействии коррупции из ст. 64.1 Трудового кодекса СССР, а именно уведомление в письменном форме в установленный срок Управления Министерства внутренних дел РФ по Соколинской области от удоустройства указанного гражданина. Каких-либо объективных причин, препятствующих выполнению возложенных законным обязанностей в установленном законном сроке в ходе проверки, не установлено, в связи с чем городским прокурором, директору образовательного учреждения, взяло представление с требованием устранить выявленные нарушения и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований закон. По результатам рассмотрения представления прокурора улетворено одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 Кодекса административных правонарушений РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тысяч и 50 тысяч рублей. Кроме того, одним из общераспространенных способов борьбы с коррупцией является формирование в обществе антикоррупционного поведения, в связи с чем прокуратуре Сахалинской области разработана памятка для граждан, которая в городской прокуратуре активно распространяется среди населения. Противодействие коррупции – это комплексная система, совместная деятельность всех государственных органов, институтов гражданского общества и граждан, в связи с чем с целью максимально эффективного и оперативного вмешательства на факты коррупции городская прокуратура получает информацию из всех возможных источников, ведет мониторинг средств массовой информации и сети интернет, осуществляет взаимодействие с общественными объединениями, работает телефон доверия. При этом очень важным источником поступления информации о фактах коррупции были и остаются обращения граждан, юридических лиц, которые могут направить свои заявления не только посредством почтовой связи, но и обратиться непосредственно на прием в городскую прокуратуру. Анонимность указанных обращений гарантируется. В заключении можно сказать, что только совместными усилиями с координированной работой всех правоохранительных систем и активной гражданской позиции можно добиться перелома на этом важном и приоритетном направлении деятельности – борьбе с коррупцией. Субтитры создавал DimaTorzok